Дорогие мои, так сказать, сяомисты, я вас безусловно приветствую. В данном видео я хочу показать вам три классных фишки, о которых до сих пор многие не знают, конечно. Часть людей знают, часть людей не знают, как и всегда, собственно. Я проверял данные фишки на нескольких моделях Xiaomi. Это Redmi Note 8 Pro, который вы сейчас, собственно говоря, и видите. Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Redmi 4X, везде эти фишки срабатывали. Напишите в комментариях, какая у вас модель Xiaomi, и сработала или нет. Если не сработала, я помогу лично вам, кстати. Когда я снимаю видео по телефонам Samsung, то почему-то самсунговцы, так скажем, больше отдушинские лайки свои ставят. Неужели они благодарнее, чем сяомисты? Друзья мои, прямо сейчас влепите свой отдушинский человеческий лайк под это обучающее полезное видео. Не хуже ведь мы, самсунговцы. Ну а мы с вами, во-первых, идем в пункт настройки. Я даже не сомневаюсь, что большинство людей знают, где они находятся до сих пор, а не здесь. Кстати, у меня MIUI Global 11 сегодня только обновился. Были некоторые проблемы с обновлением. Я в следующем видео расскажу. И чтобы отыскать первую фишку, мы воспользуемся с вами поиском. Почему так, почему не через определенные пункты, потому что у всех разная MIUI-версия. И вполне возможно, что именно у вас будет находиться тот или иной пункт меню, не там, где у меня и вы что будете делать. Не сможете ничего сделать. Потому мы с вами нажимаем поиск настройки и вводим следующее значение для поиска первой фишки. Вводим всп. Можно вспышка. И есть такие вот тут параметры. Вспомогательный VR-сервис. Вспышка при звонке, всплывающие уведомления. Кстати, у многих людей некорректно отображается уведомление на Xiaomi. Я могу снять видео, как сделать так, чтобы уведомления вам приходили. Шторка вылезала и вам показывались уведомления. Допустим, вконтакте кто-то вам написал и вам таким образом шторка открылась. И пришло уведомление, вы видите это. Я могу снять в следующем видео, показать. Если хотите это увидеть, ставьте свой лайк. Но не ставьте еще раз, если вы уже поставили. Так, мы с вами выбираем вспышка при звонке. Смотрите, это что означает вообще? Допустим, у вас телефон лежит мордой вниз. И включен режим без звука, при этом вибрация выключена. Вы, соответственно, когда вам будут звонить, вы не услышите, не увидите. И можете пропустить важный очень звонок. Я недавно пропустил таким образом звонок. И потом вспомнил об этой функции. И почему я решил снять это видео, спасти, так сказать, ситуацию многим людям. Какие здесь у нас есть пункты? Отключать звонок при переворачивании. Здесь вот соответствующие замечания. Приглушать звонок при взятии в руки. Нарастание громкости. Вспышка при звонке. Вот что нас интересует. Использовать вспышку для уведомления о входящих вызовах. Мы активируем. И когда нам теперь будут звонить, нам будет вспышка подмигивать и говорить, дорогой друг, тебе звонят. А дополнительно вы, допустим, можете активировать эту функцию. Можете сами прочитать, чтобы много времени не занимать. В общем, активируйте эту функцию. А дальше уже как хотите. Дополнение, так сказать. Это что касалось первой фишки. Мы возвращаемся с вами обратно до фактических настройок. И вводим следующее значение в то же поле настроек. Ну, можно ввести о телефоне, хотя он находится вверху. Возможно, я не знаю, у вас нет. Так что, опять же, мы введем о телефоне. Проходим сюда. И здесь у нас есть модель устройства, версия MIUI, имя устройства и так далее. Мы 10 раз нажимаем по версии MIUI. Я уже это сделал. Ну, не 10 раз, может быть, 20 раз, да. Не нужно, вы уже разработчик. Что мы делаем дальше? Мы отправляемся. Выходим отсюда. Отмена. Мы с вами в поиске вводим режим разработчика. Опять же, потому что у меня, в моем случае, этот пункт находится в расширенных настройках. Вот, давайте я вам покажу. Возможно, у вас тоже расширенные настройки для разработчиков, да. Вы, соответственно, можете перейти так или ввести в поиск, как мы с вами делали, если у вас он не здесь. И мы с вами отправляемся в самый низ. По-моему, я уже не помню. Сейчас поищу. Нет, не в самом низу, а примерно вот, видите, да, где-то вот здесь. Ну, в принципе, да. Минимальная ширина есть такой пункт. То есть, изменять данное значение, вы можете увеличить свои значки до неузнаваемости или уменьшить. Плюс текст. У меня сейчас вообще изначально стояло значение 390. Я поставил 350, и мои значки текст стали больше. Значки стали приятнее, конечно же. Лично на мой глаз, так скажем. Если вы хотите уменьшить, вводите более, большие значения. Допустим, у вас стоит 390, вводите 450, да, или 400. Если хотите, чтобы ваши значки были больше, можете ввести 300, они будут просто огромные. В общем, можете поиграться с этим, с этой функцией. Вообще, очень крутая функция. Об этой функции знают далеко не все. Особенно начинающие, так сказать, сяомисты, которые только купили свой телефон. В начале видео я говорил, что покажу 3 фишки по ходу. Съемок этого видео я вспомнил еще классную фишку. И я вам сейчас ее покажу. Но они знают многие очень. Но, опять же, не все, да. Далеко не все. Смотрите. Разрешить сохранение на внешние накопители. Вот, так сказать, бонусом. Кто не знал, это означает, что разрешить сохранение приложения на внешние накопители, независимо от значений в манифесте. Другими словами, вы будете скачивать какие-то файлы, приложения, да, не с маркета, а через браузер, допустим. И это будет сохраняться у вас на карте памяти. Правда, там нужно еще в браузере то же самое проделать, в настройках. Ну, там можете сами разобраться, поискать, в принципе. А я могу снять отдельные видео, потому что, если сейчас будут показывать, поверьте, это еще минут 5 займет. Оно кому-то надо. А кому надо, я могу, в принципе, на днях снять. Пишите об этом в комментариях, если нужно снять такое видео. И я сниму для вас, кому нужно. Итак, мы возвращаемся в самое начало, вернее, хочу сказать, в конец. И здесь поиск настроек, опять же, вводим в следующую строку. Я лично ввел разд. Вы можете ввести разделение. Разделение экрана. Выбираем. И что нам здесь написано? Предварительный просмотр. Давайте я сейчас объясню, что это такое. Допустим, вы пользуетесь YouTube и ВКонтакте, да? И вы хотите, чтобы здесь был YouTube или здесь. А здесь вы одновременно могли пользоваться ВКонтакте. То есть, двумя приложениями одновременно на одном экране. Вот, собственно говоря, эта фишка и позволяет вам это сделать. Если у вас включены жесты, а не навигационные панели, как у меня, то, когда вы будете активировать эту функцию, у вас телефон, соответственно, автоматически выберет режим не безграничный, не управление жестами, да? А именно вот навигационные панели будут кнопочки. Вы нажимаете, допустим, долгое нажатие «Домой», отправляетесь сюда. И у вас, допустим, открыт YouTube. У вас открыт YouTube, и вы, конечно же, хотите смотреть видеодонации и узнавать новые. Смотрите, твой телефон слушает 5 признаков и как от этого избавиться. Рекомендую, кстати говоря, посмотреть. Оп, саморекламка. Да нет, благородное видео, помогающее людям на самом деле. Смотрите, мы заходим, допустим, на YouTube и нажимаем долго кнопку «Домой». Что у нас появляется? Вы выбираете приложение, нажмите для выбора приложения. Вот, вы выбрали первое основное вверху YouTube, а второе, допустим, мы хотим выбрать ВКонтакте. Все, таким образом, у нас два приложения. Вы можете одновременно смотреть видео и пользоваться своим ВК. Вы можете поменять размер, допустим, чтобы YouTube был больше, вот, потянув за вот эту вот стрелочку, да? Ну, или черточка, как это назвать? Что-то не получается, вот, вот так вот, вот. Все, все идеально, смотрите. В принципе, на этом, наверное, все. Эта фишка больше не до чего сказать. Ну, как выйти только, выйти с ней очень просто. Вот, у вас она сюда свернулась, вы обратно нажимаете и тянете в самый низ. Все, у вас только YouTube теперь. Друзья, именно в этом видео все. Конечно, я еще знаю фишек 10 примерно интересных. Я следующих видео обязательно покажу. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. А также ставьте колокольчик, чтобы YouTube, соответственно, оповещал о новых моих видео на канале. Ставьте свой большой, жирный, мощный, душенский, человеческий лайк за полезный видосик. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно, прощаемся. Но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся. Продолжение следует...